Здравствуйте, я директор фирмы 1С Борис Нуралиев. У меня сегодня выступление по работе наших решений и вас, бухгалтеров, в условиях коронавируса. Призыв, чтобы вы работали из дома и чтобы вы помогли своим предприятиям в этих непростых условиях. По работе из дома в связи с коронавирусом организации переводят сотрудников на удаленную работу. И вот этот режим изоляции, он очень эффективный, наверное. И сейчас отменены все оффлайновые мероприятия, поэтому мы с вами проводим единый семинар онлайн в формате вебинара. Это для нас такой опыт первый, распределенного по 100 городам онлайн мероприятия. Пожалуйста, заполните онлайн-анкеты, чтобы мы поняли, как хорошо это работает или нет. Но в принципе, работа из дома это очень важно. Это и требования государства, это и забота о сотрудниках вашей организации, и забота о вашем личном здоровье. А мы, фирма 1С, мы продолжаем работать, поддерживать вас. Минтрут отнес компанию информационных технологий к непрерывно действующим организациям, чтобы у вас все время была информационная технология, интернет. И на нас не распространяется указ о нерабочих днях. У нас много работы сейчас, нам нужно воплощать в программах, в том числе для бухгалтеров, многочисленные экстренные изменения законодательства, доводить их до вас, до пользователей. При этом основная часть фирмы 1С, в том числе разработчики, наша собственная бухгалтерия, работают из дома. Мы работаем из дома, но удаленка это не отпуск. Удаленную работу необходимо организовывать. И вот бухгалтерам, которые будут работать из дома, мы предлагаем несколько вариантов удобной организации работы. На сегодня самые массовые варианты это 1С Фрэш, или как официально называется, 1С предприятие через интернет. Что очень важно, что те же популярные программы, которыми практически все вы пользуетесь, 1С Бухгалтерия 8, зарплата управления персоналом, они не на вашем компьютере, а такие же по использованию программы, но они в защищенном облаке фирмы 1С. И вы, и ваши коллеги-бухгалтера, и сотрудники других отделов могут работать в этих облачных программах, с вашей базой, и из дома, или из дачи, или из другого офиса. И практика показывает, что это очень эффективно. Многие переживают, надежно это или не надежно. Но сервису уже 10 лет, в его надежности убедилось огромное количество бухгалтеров. Сейчас уровень доступности для рабочих часов Москвы в прошлом году составил 99,96. То есть всего 0,04% сервиса не работал. Если круглосуточные брать, то 99,69. То есть это очень высокое. При этом, если вы хотите просто попробовать, 30 дней сервис для вас будет работать бесплатно. Я еще раз хочу повторить, что это те же программы, поэтому вы можете на время отдать туда свои базы данных, а потом, когда кончится карантин, и вы захотите вернуться к прежнему стиле работы, забрать их обратно. При этом, для клиентов ИТС-ПРОФ, те, кто подписан на ИТС-ПРОФ, 5 одновременных сеансов работы в сервисе, 10 информационных баз вы получаете без дополнительной оплаты. То есть вашему предприятию не надо ничего доплачивать, вы прямо начинаете работать. Если у вас базовый тариф, то 2 одновременных сеанса с одной информационной базой. Ну или можно сервисы докупать отдельно, 563 рубля в месяц через партнеров 1С. А если у вас решение, ну, у вас в бухгалтерии очень сильно кастомизовано, или зарплата управления персоналом, это очень сложно настроено, то, возможно, вам понадобится другой сервис 1С, готовое рабочее место. Но тогда вы, скорее всего, должны обратиться к тому франчайзе, к тому партнеру фирмы 1С, которая вас обслуживает, попросить его перенести ваши программы в сервис ГРМ. При этом, тоже сервис работает в последнее время очень надежно. Его обеспечивает хостинг, обеспечивает корпорация Mail.ru. Ежедневно производится резервное копирование ваших данных. И то же самое, первые 300 дней бесплатно, а дальше тариф от 900 рублей в месяц. А ряд руководителей, ну или бухгалтеров, опасаются переходить в облако. Хотят, чтобы по-прежнему сами данные, сервера оставались у них в офисе. И для тех, кто этим озабочен, у нас есть, тоже уже далеко не первый год, работает такой сервис безоблачно-удаленной работы. Сервис 1С ЛИНК, он тоже первые 30 дней бесплатно. И если вы подписаны на ТС-ПРОФ, то до двух баз любое количество пользователей тоже подключается бесплатно. Ну, вот эта картинка, я написал еще, когда первый раз мы показывали этот 1С ЛИНК много лет назад. Вот у вас есть база данных прямо в вашем офисе. Через интернет она подключается к сервису 1С ЛИНК. И дальше главный бухгалтер может уезжать к себе на дачу, работать оттуда. Он связывается, включает компьютер и связывается со своей же базой данных, которая осталась в офисе. И генеральный директор, который, например, на карантине, хочет узнать, что у него творится на предприятии, достает не главбуха, а ноутбука, связывается через сервис со своей же базой данных, знакомится с ситуацией, но уже не знаю, как у него там настроение, после этого принимает необходимые решения. Отчетность. Можно сдавать электронную 1С отчетность и работать с сервисами 1С вне офиса. Для многих, для 1С ЛИНК, например, не забудьте забрать с собой ключ электронной цифровой подписи. Но если вы работаете с сервисом 1С Фрэш, то ключ электронной подписи можно хранить прямо на сервере. При этом ваши любимые сервисы, например, 1С Контрагент, другие тоже будут в облаке работать. Чтобы узнали о состоянии дел Контрагента в других предприятиях, это можно работать. А у бухгалтеров возникает естественный вопрос, а с бумажками как? В каких-то случаях сейчас, наверное, можно идти на небольшие отклонения. И пока режим карантина просить у своих контрагентов фото и сканы документов. При этом сейчас мы тестируем, проходят бета-тестирование, новый сервис по распознаванию документов. То есть вы можете не обязательно на сканере, просто можете телефоном сфотографировать документ, программа его распознает и прямо засудит в 1С бухгалтерию. Но сервис из дома 1С РУМ можно начинать. Самое эффективное, это перейти вообще на электронный документ. Чтобы документы сразу были электронные, они имеют ту же силу, что и бумажные документы. Если ваши контрагенты, у них еще программы 1С нет, то у нас есть бесплатные облачные 1С клиенты до, которые можно им поставить. В тарифе ТС-ПРОФ некоторое количество стококомплектов электронных документов включено бесплатно. Дальше по 10 рублей за комплект. Это посылка. Получение без ограничений. Вообще многим предприятиям придется переходить на удаленную работу в связи с коронавирусом и просто перестраивать свою работу. Например, если у вас торговое предприятие, и сейчас оно не может торговать через прилавок, как принято, а нужно торговать удаленно, то к 1С управлению нашей фирмы, значит, у них есть функция CRM, можно подключить сервис Юми или Битрикс, и у вас будет интернет-магазин. Если у вас 1С розница, то тоже через облачную 1С УНФ это можно сделать. Более того, сейчас у нас есть такой антикризисный пакет 1С просто для малых розничных предприятий. Допустим, есть маленький магазинчик, он работал, как обычно, через прилавок, сейчас это запрещено, он может принимать заказы, и курьеры будут развозить, если это небольшой поселок, по подъездам. Дальше говорится, а курьеру же нужна касса с собой? Нет. У нас есть мобильное приложение для курьеров, 1С мобильная касса, оно просто ставится на телефон, и через связь человек выбивается у вас в том магазине, который закрыт, но касса-то в нем осталась, там касса выбивается. И бесплатно интернет-магазин 1С Юми, который позволяет вашему магазинчику начать работать именно как интернет-магазин для небольших предприятий. А сейчас многие предприятия переходят на удаленную работу, и для быстрой организации удаленной работы мы выпустили такой антикризисный комплект 1С документооборота. 1С документооборота вообще-то достаточно серьезная система, в ней встроены функции, помимо прочего, для учета работающих дома сотрудников, отчеты по отсутствию по работе из дома, готовый набор методических материалов, ингламента, инструкции, полезные советы, ответы на частные вопросы, файлы, форумы и так далее. И при этом в него входит помимо обычного документооборота 1С сервера, который позволяет чат, видеозвонки и так далее. Сейчас много систем, которые позволяют общаться друг с другом через видеозвонки, через чат. Тут отличие в том, что можно это организовать внутри организации, и информация, как вы взаимодействуете друг с другом, она за пределы вашей организации, в какой-нибудь крупный отечественный или в зарубежный вендор, она уходить не будет. При этом временная лицензия, ну, на полгода, скажем, на 180 дней, чтобы быстро начать работу, стоит всего 10 тысяч рублей. Тогда входит и сервер 1С предприятия, клиент лицензия на 100 рабочих мест, сервер взаимодействия и наша техподдержка. Вне акции вообще такой комплект, ну, правда, навсегда стоит 773 тысячи. Мы стараемся сейчас изучать, ну, многие предприятия меняются в кризис системы работы. Мы обобщаем этот опыт. У нас вот есть такой раздел на сайте 1С-антикризис, и мы рекомендуем вам его посмотреть. Вообще, время тяжелое. Хорошо, что вы будете работать на удаленке. Я хотел бы пополаросить бухгалтеров, всячески сейчас помогать своим предприятиям. Сложность с пандемией коронавируса, это, в первую очередь, что карантин и остановка, закрытие значительной части бизнесов. Закрытие границ, отмена мероприятий, спад теловой активности и там неприятности по цепочке. Но все равно предприятию надо помочь. Ну, хотя бы, например, если нужно напечатать пропуска, вот вашему предприятию разрешено продолжать работу, но нужно пропуска. Хотя бухгалтер это может сделать из системы быстрее, чем любой другой сотрудник. При этом часть отрасли растет, замещает те, которые закрыты. Например, доставка продуктов, лекарств, онлайн-образование. Под Москвой аренда загородной недвижимости, волонтерство растет. И этот рост приводит к перестройке бизнес-процессов, вы можете как бы подсказать, помочь, как вот это лучше сделать. Плюс рост скоростного доллара, плюс переход людей на удаленной работы, сложности будут нарастать. То есть еще, тут вот к чему хотелось бы прервать это. Вот, с одной стороны, ну, нельзя расслабляться, нельзя испытывать пустого оптимизма, все скоро рассосется. Высокая вероятность, что не скоро это все рассосется. Ну, и не надо пускать руки, что, типа, всем конец, да? Просто когда у меня сотрудники что-то говорят, вот, ужас. Ну, ребят, даже в голодном блокадном Ленинграде люди гибли, троллейбусы не ходили. Но при этом заводы работали, создавались великие произведения, проводились концерты. Ну, пока у нас до этого далеко. Сложная ситуация. Ну, тоже совет бухгалтера. Помогите директору с анализом финансовой ситуации. Потому что сейчас такие срочные вопросы, дибиторка, просроченные задолженности, какие платежи можно отложить. Для этого нужна оперативная отчетность. Да, хорошо, когда она из ERP-системы. Но, в общем, из 1С-бухгалтерии обычной зачастую можно получить, провести экспресс-анализ ключевых показателей. Тут вот место бухгалтера. И, более того, я считаю, что в тяжелое время бухгалтер может, должен помочь руководству предприятия своим советом. То есть, я сам немножко по другую сторону прилавка. Я сам директор, а не бухгалтер. И хотелось бы напомнить вам, ну, хорошо, когда бухгалтер – это соратник директора, а не такой, знаете, бывает, представитель налоговой на зарплате предприятия. Но, например, сейчас идет очень много таких законодательных, даже не тоже законодательных, изменений в правовых документах. Они еще публикуются по-разному, в разных местах. И руководителям предприятия, директорам зачастую это сложно охватить. Но, поверьте, вот я разговариваю с коллегами, директорами, владельцами достаточно крупных, серьезных предприятий. Они меня на полном серьезе спрашивают, вот объявлено, значит, каникулы, а сотрудники, ну, часть предприятий все равно работает, кто удаленно, кто просто, как мы должны прожать работу. Сотрудники просят двойную оплату за работу, они имеют право или нет. И взрослым людям приходится говорить, нет, посмотрите. Но они у меня спрашивают, они у своего бухгалтера, должны у своего бухгалтера спросить. Нет, вот есть разъяснение Минтруда прямо на сайте, что это не выходные дни, а не рабочие дни. Они оплачивают в одинарном размере. Сейчас государство, ну, предложило довольно много всяких изменений. Там есть и повышение налогов, но довольно много, что можно сократить. Вот, например, по государственной муниципальной аренде есть решение. Для малого и среднего бизнеса снизили до 10% ставки по взносам в пенсионный фонд с зарплаты в свыше МРОД. У ФНС есть решение отложить уплату ряда налогов, ну, кроме НДС и НДФЛ, кроме, да, там, кому на 6 месяцев, кому на 3 месяца. А это вот, обратите внимание на эту возможность, потому что бизнес сейчас категорически многим бизнесам будет не хватать оборотных средств. Вы можете этому помочь. Ну, а когда все пандемии когда-то заканчиваются, когда закончатся, вам нужно будет помогать предприятию поднять эффективность. Вот сейчас еще раз хочу вас призвать не просто там сидеться, но помочь своим предприятиям. Очень важно, откуда черпать информацию. К сожалению, ну, на сегодня информация меняется очень быстро. Мы на, не на бухле есть, но вот на сайте ТЭС есть специальный раздел, информационная поддержка пользователей, где мы ведем ежедневный мониторинг изменений, которые вам нужно знать для вашей эффективной работы. А при этом вот это информационно-технологическое сопровождение мы сейчас переводим в бесконтактную форму. Это, ну, с майского выпуска точно, но, в общем, наверное, кому-то и в апрельском выпуске уже вам не принесут вот этот круглый диск, не принесут ваш любимый бумажный журнал, не принесут вот этот ежемесячный сувенир. И мне многие даже сотрудники говорят, ну, как же так, мы привыкли. Да я сам привыкли, я очень люблю этих желтых пушистиков. Я сам ежемесячно читаю, подписываю в печать этот замечательный бумажный журнал, но ситуация изменилась. Мы не можем просто ради своих привычек заставлять, ну, в этих условиях изоляции, когда рекомендуется изоляция, заставлять лишний раз контактировать партнеров и бухгалтеров. Партнеров 1С, которые помогают, бухгалтеров, они должны делать удаленно. Поэтому все меняем на электронную поставку. Обновление программных продуктов будете получать с сайта Releases. Материалы информационные вы прочитаете на сайте ETS, и зато они будут более свежими. Вместо бумажного ежемесячника, бухгалтеров, вам будет приходить электронный вариант, с PDF, там еще другой формат есть. Ежемесячные вот эти сувениры тоже заменяются на электронные, которые можно доставить по интернету, там, книги электронные и так далее. То есть даже если, ну, наверное, именно апрельский диск еще удастся выпустить, и журнал там уже напечатан, но не всем из вас смогут его доставить. Мы приносим свои извинения, но это вот такое изменение ситуации. Последнее, наверное, что такое хотел бы сказать, что удаленка — это удачный момент повысить свою квалификацию. Обратите внимание на 1С-лекторий, который сейчас идет по интернету каждый четверг, на учебные онлайн-курсы, на профессиональные форумы бухгалтеров на сайте Бухру. Ну и мы желаем здоровья вам, вашей организации, вашему бизнесу, успешного нам с вами единого семинара.